В пятницу у нас было молитвенное собрание. Некоторые из вас были на нем. Если быть более точным, очень немногие из вас были на нем. Это было очень сильно. И именно там, я верю, Господь кое-что проговорил мне относительно каждого из нас, относительно вас как части, его тела, его поместного тела здесь, на этой земле, в нашей стране. И поэтому так хочется, чтобы сегодня каждый из нас, каждый из нас, чтобы мог услышать, аминь, то, что Господь говорит. Если можно, пожалуйста, не отвлекайтесь, хорошо? Когда мы молились, я услышала одно слово. Повышение. И вместе с этим словом, знаете, такое пришло удивительно, густое и строгое присутствие нашего Господа. Я услышала слова, что вот в тот сезон, который вот сейчас приближается, и глобально, и для каждого из нас индивидуально, он требует того, чтобы Божьи люди были слышны, были эффективны, имели авторитет, власть и влияние в духовном мире. Просто мы входим в это время. И я услышала, как Господь говорит, я хочу дать вам больше этого авторитета. И когда я это услышала, конечно, первая мысль какая приходит в голову? О, больше власти, так сказать, больше вот нас будут слышать, видеть. Но Господь говорит, нет, в моем царстве это не так. В моем царстве, когда приходит больше авторитета, больше авторитета приходит через то, что ты еще больше подчиняешься Ему. Просто подчиняешься Ему. Ты еще больше даешь Ему возможности сказать что-то, что хочет Он, а не хочешь ты. Отдать что-то, что тебе так не хочется отдавать. Господи, все, что угодно, только не это. Помните мультик, только не бросай меня в терновый куст. Господь говорит, именно это. Больше подчинения. Вот как Господь рассматривает этот больший авторитет для каждого из нас. Я услышала это. И тогда же в пятницу мне Господь сказал, я верю, что это Дух Святой, родные. Что именно сегодня, во время служения, Дух Святой, что-то будет производить в наших сердцах. И возможно, это будет не так, как мы себе это представляем. Но я точно знаю, когда мы подчиняемся Ему, наши тела никогда не будут оставлены. О Господь, мы пришли на служение и исцеление. А тут такие глубокие духовные материи. Любимые, когда мы подчиняемся Духу Святому, знайте, ваши тела не останутся без Его внимания. Каждая клеточка, каждый сосуд, каждая артерия. В присутствии Господа приходит обновление. Всегда. На уровне Духа, Души и тела. Поэтому, любимые, давайте просто подчинимся Ему сегодня. В эти драгоценные 2-1,5 часа. Аминь. Доверимся Ему. Пусть Он говорит с нами. Пусть Он производит то, что Ему угодно. Мы действительно сегодня пришли, чтобы встретиться с нашим Богом. Чтобы пережить Его прикосновение, Его трансформацию. Пусть это сегодня состоится. Мне сегодня снился сон. Как одна сестра, которую я знаю, она мне звонит и говорит, я еду на очень серьезную операцию. Но я, мне Господь сказал, перед тем, как ехать туда, в другую страну, мне нужно заехать к тебе, чтобы ты помолилась. Потому что мне врачи сказали, что если я увидела, что это как будто бы у нее, знаете, очень серьезный диагноз, какая-то как шишка. Это смертельный диагноз. И она говорит, врачи мне сказали, если бы она прорвала, то тогда это было бы исцеление. Но говорит, я еду, я вас не видела, это как в Америку аж. Я лечу, я не знаю, чем это все закончится. Врачи ничего не обещают. Но мне Господь сказал, я верю. Я приехала специально, чтобы через тебя, чтобы ты возложила руки. И я так четко вижу этот сон. Мы сидим в машине, я вижу несколько людей, которые сопровождают ее. Я вижу рут, которая в этом сне сопровождала меня. Я уже ей рассказала этот сон. Я возлагаю руки. Все, что я сделала в этом сне, я просто возложила руки. На мгновение закрыла глаза. И когда я открываю глаза, я вижу, как эта штука просто прорывает и фонтанирует. И все зло, вся вот эта нечисть, которая принесла смерть этому телу, она выливается прямо из-под моих рук. И я начинаю кричать во сне громче, чем все. Я говорю, смотрите, смотрите, смотрите. Это происходит. Это же чудо. Это же чудо. И мы во сне ликуем и радуемся. Это был такой реальный сон. Это был такой реальный сон. Я хочу вам сказать, дорогие, это просто как такие, знаете, пророческие наброски. Но это дорожная карта того, куда Господь сегодня ведет каждого из нас. Нашу церковь. Здесь, на земле Украины. Да, когда еще во внешних обстоятельствах мы видим, и многие из вас слышали и видели слово, которое Господь дал нам, да, про призупынение. Правильно, Олечка? Вчера меня исправляли на Крещатике. Припынение. Припынение кровопролития, да, припынение військовых действий. Остановка военных действий. И мы высвободили это послание. И, конечно же, много людей пишут, ну, ты вейс, а ты поидь туда, ты поидь туда, и побачь. Я думаю, но ведь на то у Бога есть церковь, которая видит, как соглядатый, аминь. Мы видим что-то, что еще не прояснилось. Но Бог говорит, я дал вам уста, я дал вам силу, видя невидимого, быть твердыми и говорить, что это останавливается. И Бог четко дал нам понять, почему это останавливается. Для драгоценного короткого времени, когда церковь его входит в полноту пророческого слова. И становится его серпом, его комбайном, его глашатаем, его пророческим голосом, чтобы подготовить это поколение к его пришествию. Вау! Аллилуйя! И это, знаете, как такие наброски. Пророческое помазание, любимое, это не значит сказать, что отчество вот этой дорогой сестрички такое. А сегодня эта сестричка ела на завтрак вот столько-то яиц, переела на одно. Я шучу. Пророческое помазание. Танечка, признавайся, яйца ела на утро? Хорошо, аллилуйя. О, любимые. Пророческое помазание, это дорожная карта. Ты ощущаешь, что ты точно движешься в его воле. Пророческое помазание подправляет сердца. Пророческое помазание, самое главное, приближает человека к Господу. И однажды мне Господь сказал очень строгую фразу. Если пророческое помазание не приближает невесту Иисуса Христа к его сердцу, это не пророческое помазание. Все, что хотите, но не пророческое помазание. Потому что, когда мы говорим от имени Господа, это Дух Христов. А его цель всегда прославить Господа. Вау! Поэтому сегодня будет вот такое, знаете, как пророческое помазание, дорожная карта, как Господь сейчас видит ситуацию по всему миру и как Он видит нас в ней. И вот тогда, за несколько недель до этого пророческого слова, я четко услышала, и это будет первый пункт этого пророческого послания сегодня, дорогие, в служении Святого Духа нам всем. Надо выстоять. Надо выстоять. Некоторым из вас я успела это сказать лично. Слава тебе, Господи, я успела это сказать сама себе. Потому что дьявол приготовил раскаленные стрелы, которые снова начали лететь в нашу семью, в нашу церковь. Но когда я была в Латвии, удивительно, мы молились, все было так сильно, и ничего, ничего не предвещало. Аллалюя! Но один пастырь говорит, я вижу вас вместе с пастыром Андреем. Вы стоите, я вижу вокруг вас люди, которые направили на вас стрелы, и они окружили вас. Сзади, спереди, со всех сторон они окружили вас. Но вдруг я увидел, что с ваших ног поднимается огонь. Он поднимается, и он окружает вас. И вы на этом огне поднимаетесь выше и выше. И вы становитесь недосягаемы для этих стрел. И я подумала, какая красивая, захватывающая, пророческая картина. Но думаю, Господи, к чему бы это? Да, да к тому, все к тому, что стрелы будут лететь. И что Иисус, помните, говорит, вы будете ненавидимы всеми за имя Мое. И Он говорит, знаете, когда будут вас ненавидеть, я вчера написала это в телеграм-канале, Он мне сказал, когда будут вас ненавидеть, вы найдите этих людей, напишите им личное сообщение, объясните им, что вы на самом деле имели в виду. Сделайте все, чтобы они вас перестали ненавидеть. Что-то хоть чуть-чуть подобное было там? Абсолютно. Абсолютно. Поэтому, родные, когда что-то в вас летит, и ты с открытым сердцем, ты хочешь любить Господа, служить, благовествовать, а тебя обвиняют, тебя ненавидят. Знаете, что нужно делать? Господь говорит, посмотри мне в глаза, знай, меня прежде ненавидели. Он всегда привлекает нас к себе. Нам так больно, когда нас предают. А Господь говорит, это для того, чтобы твои отношения со мной стали крепкими. Понимаете? И даже когда те редкие моменты, вдруг ты на коне, и те люди, которые тебя ненавидели, не воспринимали, да что ты со своим Христом? В конце концов, это могут быть родственники, соседи, чем ближе люди, чем больнее, правда? Но когда вдруг тот нечастный момент, когда они говорят, о, вау, мы поняли, да ты крут, реально, точно. Я вот вчера шел, и у меня такая мысль. И я подумал, да мы не ж Петро, ты ж самый уморив. И смотрите, знаете, какое искушение есть? Ну вот же, ну вот же, я же вам говорю. Я же вам говорил, ну вот оно. Господь говорит, не надо. Просто тебе должно быть достаточно того, что я тебе подтвердил, и я прикоснулся к этому человеку, к этим людям. А знаете почему? Нам не нужно вот этот триумф и такая, знаете, как, ну вот, торжество такое, чтобы все увидели, что на самом деле с нами все в порядке. Казалось бы, да нет, чем больше людей увидят, тем лучше. Нет. Потому что, когда снова люди отвернутся от вас, от учеников Христовых, и когда они будут снова плевать, снова стрелять этими стрелами, Господь говорит, чтобы тогда моего утешения и ободрения для тебя было достаточно. Вы поняли, как Господь тренирует нас? Аллилуйя. Не нужен этот триумф. Для меня достаточно, чтобы Бог мой сказал, что со мной все в порядке, и я не гоню. Чтобы когда все будут говорить, что я не в порядке, для меня будет достаточно того, что Он сказал, что я в порядке. Аминь. Не нужно доказывать и объяснять. Нужно любить Господа, и нужно понимать Его прежде. Ненавидели и гнали. Аллилуйя. Аллилуйя. Итак, Господь сказал, надо выстоять. Надо выстоять. И потом Господь сказал мне, если моя церковь выстоит в чистоте неба, если моя церковь выстоит в своем статусе, его невесты на этой земле, посреди зла, коррупции, агонии, несправедливости и всех событий, которые разворачиваются с такой силой, если только моя церковь выстоит, вот что я услышала, вы войдете в эту новую фазу проявления. Не только говорение, слышите? Мы с вами, сцепив зубы, продолжали говорить всю эту войну. Аминь. С первых дней мы говорили, церковь, Господь обращает внимание на тебя. Хотя все вокруг разрывали нас. Посмотрите на тех, на тех, как они посмели это сделать, как они посмели то. А мы в смирении и в боли, помните? Но мы продолжали говорить посреди войны. Бог наводит резкость на свою церковь. Я вам хочу сказать, любимые, мы устояли, мы выстояли, стрелы летели, огонь поднимался, но он нас не опалил. Это Божий огонь. И теперь Господь говорит, вы в боли и в подчинении мне, в смирении, вы продолжали говорить мои слова. Вы продолжали возвещать обо мне посреди огня ярости, ненависти и мести. Вы были теми, которые роскошь, эту роскошь позволили себе любить меня и говорить обо мне. Ведь правда же? А теперь Господь говорит. То, что казалось, возможно, просто как пустыми словами. И ты кидаешь, а ты как будто бы бисер перед свиньями. Господь говорит, теперь это будут не только слова. Мы входим с вами в сезон проявления. И этот сон, он был такой яркий. Просто под моими руками исчезала эта опухоль. Сегодня. Бог знал, что сегодня будет собрание Святого Духа. Когда мы с вами будем вместе переходить в этот новый сезон. И Он дал мне пережить, как это. Под твоей рукой исчезает опухоль. Вырастает орган. Это то, что Господь сказал. Да потому, что через подчинение мы входим в Его силу. Больше помазания приходит не от большей аудитории. О, полный зал. Аллилуйя. Нет. Больше подчинения. И мы с вами подчинились. Аминь. И мы входим в этот сезон проявления. Скажи проявления. Божьи славы, силы, чудес, знамений. Аллилуйя. Еще немного. И те, кто устоит в истине, перейдут в эту стадию чудес. Скажи, это я. Мы устояли в истине. Мы переходим в эту стадию чудес. И то, что они с верой бесстрашием исповедуют, чтобы не усомниться в словах Христа. Не пойти на компромисс с Его учением. Теперь они будут это демонстрировать. Аллилуйя. Это мы. Мы входим. Аллилуйя. Джон Весли. Кто слышал о нем? Когда этот брат проповедовал, в него обычно кидали камнями. Он уже привык. Знаете, такой себе. У-у-у. Там, опа. Чизус. Иисус грядет. Опа. Еще один камень. Он еще одну позу выбрал, чтобы камень у него не пролетел. И для него это уже было нормально. Оп. Там ногу задрал, тут сюда камень. Покайся. И тогда был. У-у. Чизус. В прыжках. Ну, это я так уже импровизирую. Любимые. Он проповедовал. Летящие камни для него был символ того, что он находится в воле Божьей. Однажды он по обыкновению вышел. Начал проповедовать. Пока эти сиба приблизилось царство Божье. И раз ни одного камня. Он такой, я сказал, покайтесь. Ибо приблизилось. Все слушают. И ни одного камня нет. Знаете, что он сделал? Он пошел в тайную комнату. И он говорит, Иисус. Иисус. Может быть, я огорчил тебя. Может быть, я что-то сделал не так. Посмотри за моим сердцем. Я все еще люблю тебя больше всего. Иисус. И когда я прочитал эту историю, меня это так тронуло. Когда в нас летят камни, мы считаем это гонением, испытанием, болью, отвержением, предательством. Когда в него летели камни, это значит, о, мой Господь, аллилуйя. Ненавидят. Проклинают. Летят камни, это значит, что помазание производит разницу в сердцах. Вчера на Кричатике, кто был на Кричатике? Это же просто. Люди просто останавливались. Вот такое. Это два раза уже последних. Чтобы вы понимали, и все, кто был, вы свидетели. Это было так сильно. Господь дает какие-то такие слова удивительные, что просто Кричатик, как, знаете, замерзший стоп-кадр. Два какие-то полупокера, рокера, сатаниста. Непонятно, кто они, Андрей, рассказывал, да, пастор Андрей. Стоят с какими-то там этими энергетиками, напитками, с крестами перевернутыми и повторяют молитву исповедания Иисуса Христа Господа. Это вот что такое? А я скажу, это Дух Святой. Это помазание. Но оно приходит через подчинение. Surrender. Смерть для себя. Вау. Но Господь сказал, вы устояли. Вы выстояли. И приходит умножение. Опять же, у нас есть все помазание. У нас весь Дух Святой. Но мы не можем получить больше Его. Мы можем отдать Ему больше себя. И когда однажды, уворачиваясь от этих стрел, я молилась, и Господь сказал мне, продолжай мерить моей мерой. Я думаю, при чем здесь место писания про пожертвование и десятину? У нас всегда ассоциация, да? Какой мерой мерить, и такое отмериться, и сразу лезем в карманы. Что там у меня? А Господь говорит, не уменьшай меру. Я дал тебе меру моего Духа, чтобы ты все события, все отношения с людьми, твою жизнь, твою миссию, позиции общественные, официальные, чтобы ты все происходящее, войну, наконец, пандемию, голод, все, что грядет, чтобы ты мерила моей мерой. Другими словами, как бы это больно не было, знаете, как перед тобой стена, и на стене какие-то идут эти, как это, фильмы, как это, в детстве у нас такое было, кинофильмы. Как? Диафильмы, Олечка, халлелуя. И диафильмы на стене, да? А ты знаешь, что настоящая реальность там за стеной. Но чтобы тебе ее увидеть, тебе нужно очень хорошо подтянуться, тебе нужно напрячься, сделать усилия. И вот точно так же, дорогие, этот мир всегда будет показывать тебе свой диафильм. Слышите? Вот это происходит, значит тебе надо реагировать вот так. Но тебе нужно подняться, подтянуться, напрячь всю свою силу и сказать, э, этот диафильм не про меня. Нет, я не позволю меня рекрутировать вот в этот диафильм. Вот там настоящая реальность. А для этого нужно усилие, понимаете, вместе с Духом Святым. Видеть его глазами все происходящее. Это и есть, это мера. И представьте, я говорю, Господь, на это уже невыносимо. Реально невыносимо. Я никогда бы не подумала, что любить моего Господа, просто любить его страстно, сильно, будет так непопулярно. Будет так раздражать людей. Просто говорить о том, что он скоро грядет, это уже для кого-то будет оскорбление. И в ответ я услышала, из-за того, что ты приняла мою меру, и ты не уменьшаешь ее, ты не подстраиваешь ее, я отмерил тебе это служение. Вот это мы и есть его служение. И он отмерил нам его. Представляете? Вот как Господь смотрит, вот как он утешает. И когда мы в пятницу молились на молитвенном собрании, мне Господь сказал повышение. Я чувствую, что среди вот этих всех обстоятельств, которые будут здесь у нас на земле Украины, мы как церковь наряду, я знаю, с другими церквями. Но Господь как будто бы поднимает нас, вот как эта, знаете, свеча, ее ставят на подсвечнике. Аминь. Эта свеча должна производить разницу. Танечка наша Яговчук рассказала мне вчера. У них чат преподавателей школы, где она работает. И она там делает поделки, тоже мастер-классы проводит. И там я вижу, директриса этой школы пишет, шановные спивробитники, будь ласка, до у нас же святых эллоуин, ну будь ласка, нарядись, еще с таки вдохнить на себе. И Танечка такая, смотрю, с таким загадочным выражением лица показывает мне скриншот. А там фраза. Моя страх Божий не рубит и цего. И точка. Я думаю, такую щепотку соли. На! Вот это наше служение. Вот это наше служение. Аминь. А не вот эти вот диафильмы. Аллилуйя. Итак, первый пункт, дорогие. Да? Просто слагаем это, и потом будем молиться и принимать. Во имя Иисуса. Неверные весы мерзость перед Господом, но правильный вес угоден Ему. Будьте уверены, что все, что вы видите, вы взвешиваете не глазами души, не глазами плоти, хорошо? Не нарративами религии, но глазами Бога. Пожалуйста. Неверные весы это мерзость. И нам предлагают свой, знаете, свою меру этот мир. Вот меряй так. Нет. И когда что-то происходит, любимое, то, что Бог нас учил, сегодня такой, знаете, небольшая ретроспектива, когда очередное происходит жесткое событие, несправедливость, да, очередное решение принято абсолютно против, лишая людей всех прав. Когда очередной, да, мы видим прилет, очередные жертвы, тогда Господь меня учил. Этот мир тут как тут. Ему нужно все, Он все силы кидает, только чтобы ты вышел не из себя, из него. чтобы ты вышел из Духа и начал реагировать по плоти и начал снова проклинать, раскачивать этот маятник. Все, чтобы ты вышел из Духа. Но, пожалуйста, только Его мера спасет нас. И даже, когда мы видим эти жертвы, эти мирные жертвы, о, это вот сейчас тяжелая артиллерия. Это до сих пор многим как бы не заходит. Но я снова повторяю это, любимые, потому что нам надо будет и сейчас что-то говорить людям, когда остановится кровопролитие, и они скажут, да что ж с вашим Богом такое? Почему нужно было сотни тысяч жертв, чтобы наконец церковь вошла в полноту? Если вы внимательно слушали мое пророчество, я не говорила там об этом. Я не говорила, что Украина заплатила вот такую-то цену. Да потому что, зная моего Бога, я понимаю, Он не кидает на алтарь свое творение. Ты согласен со мной? Аминь! Тогда что это? Это цены противления. которые отдали себя сатане. Это внутренние и внешние враги. Это предатели, которые позволили сатане через эту войну уничтожить жизни людей. Но! Скажи вместе со мной, но! Но! Господь говорит, эти души не потеряны для вечности. Слышите? И это должна быть наша сила и упование. мы должны говорить им, посмотрите дальше. Эта война временна. Эти территории временные. Даже уже военные эксперты говорят, что в войнах, чем быстрее люди придут к выводу, что границы гибкие, а человеческий ресурс нельзя вернуть. Я думаю, Боже, на третьем году войны наконец-то это начало доходить до правителей по обе стороны этой войны, что границы гибкие. Вау! Так вот, любимые, смотреть глазами Бога, мерить Его мерой, это значит даже сказать человеку, который потерял самое дорогое, сказать, ты потерял его для этих нескольких лет на земле, но Бог приобрел его для целой вечности, и вы встретитесь. Но для этого должна быть вера, и должно быть понимание, что Бог действительно ссеял семена Евангелия с 90-х годов, и эти люди не потеряны для Него. Аминь. Любимые, давайте будем дерзновенными и смелыми, чтобы сказать, по крайней мере, самому себе, что ты выбираешь благоденствие и несколько лет на этой земле, но вечная погибель, чтобы человек в этом комфорте ожесточился, проклиная и хулят Духа Святого. Нет. Нет. Поэтому, когда мы сегодня говорим об остановке военных действий, мы говорим, Бог дает короткое время отрады, чтобы мы, как Его церковь, не расслабились. Нет. О, наконец-то, Господь услышал наши молитвы. Не-не-не-не, это не об этом. О, наконец-то, мы услышали, что Бог продолжает делать сейчас. И Он дает нам умноженную благодать, чтобы еще больше, как никогда, еще неистовее, еще страстнее, отдавая себя Ему, спасать взятых на смерть. Вот как я рассматриваю остановку этой войны. Вот единственная главная цель церковь. Не на секунду, не позволь комфорту, как будто бы снова, ведь все это не о комфорте, ведь эта война не ради комфорта была. Аминь. Просто потому, что Иисус об этом предупредил. И эта война пришла, потому что дьявол нашел достаточно критическую массу Его сосудов, преданных и проданных для Него. Аминь. А Господь нашел нас, преданных и проданных Ему. Скажи, это я, Господь, Ты нашел меня. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Откровение 3, 10. И так как Ты сохранил слово терпения моего, я сохраню Тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Еще раз, дорогие, так как Ты сохранил слово терпения моего. Иисус был верен до смерти крестной. И Он говорит нам, Ты, будь верен моему слову. Слышите? Речь идет не о Твоем слове, не о Твоем имидже, не о том, чтобы Тебя где-то приняли. Речь идет о том, чтобы Ты удержал Его слово. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за Твое слово. Спарринг с конспектом. Все нормально. Аллилуйя. Второе, что мне Господь сказал, это как пророческое видение того, куда мы с Вами входим, если можно, я поделюсь тоже. Господь сказал, сигнал Wi-Fi. Я даю сигналы моим духам. Я всегда даю сигналы моим детям. Знаете, вот Господь, как эта небесная точка Wi-Fi, она всегда раздает сигналы. Просто мы можем или уловить, или не уловить. Мы можем предоставить Ему слабый сигнал. Знаете, когда интернет слабый, ты еле-еле там как-то в помехах можешь скачать там какое-то слабое разрешение, ну какой-то может быть скриншотик, но ты никогда не скачаешь нормальный какой-то 3D, 4K. Правда же? И мне Господь показывал точно такую же аналогию. И я размышляла об этом. Просто прочитаю. Когда слабый сигнал, мы не можем скачать информацию. Когда сигнал слаб, мы не можем скачать его силу, его обеспечение, покровы и оснащение. И мы довольствуемся тем, до чего можем дотянуться. Смотрите, когда твой сигнал, твое общение с Богом, твое знание его, его характера, то, что мы начали, слабое, ты будешь всегда иметь искушение дотянуться до чего-то, что ты можешь. А скажи, пожалуйста, а как это выглядело вот в глазах? А как вот я, а нормально я проповедую? А ничего, что я, а как они, а не дай Боже, они обиделись? Понимаете, когда мы, для нас недостаточно, у нас слабый сигнал с Богом, и мы не можем, Господь говорит, все хорошо с тобой, сын, ты верен моему слову, продолжай, но наш сигнал слабый, и мы поддаемся вот этому мнению вокруг, тогда, к сожалению, мы будем дотягиваться и вытягивать как бы, ну, необходимое одобрение, тогда ты сможешь потянуть все от меня, что тебе нужно. Какой твой сигнал? Если слабый, подойти ближе к точке сигнала, Бог раздает сигнал своего голоса. Очень коротко, почему сигнал может быть слабый? Просто берите образы, очень далеко от точки доступа, да, мы находимся, дальше, могут быть какие-то помехи, может быть, какие-то помехи, дорогие, в нашей жизни с вами, с Господом. Дальше, мобильная точка доступа. Иногда нужно отключить мобильную точку доступа, свои потуги, свои усилия, свои представления и подключиться к его точке доступа. Аллилуйя! И, когда я об этом размышляла, я снова услышала, как Дух Святой говорит, готовьтесь, готовься, вы были верными, вы позволили мне загрузить в вас свое небесное помазание, видение и предназначение. Аллилуйя! Поздравьте друг друга с этим. Это о вас, это о нас, как о его церкви. Господь сказал, было время, было время загрузки, и вы были достаточно близки ко мне, вы были достаточно бескомпромиссны, слышите, чтобы держать сигнал сильным. Когда что-то пытается выбить нас, у нас одна цель, держим сигнал, проверяем, насколько наш сигнал сильный, слышите? И Господь говорит, из-за того, что вы акцентировали внимание на вашей связи со мной, на чистоте сердца, на ваших мотивах, на отношении к Богу, к Его церкви, поэтому Господь сказал, готовьтесь, вы позволили мне загрузить в вас вот это помазание и оснащение для последнего времени. И теперь Господь говорит, пришло время это проявить. И я увидела загрузка вот этого, знаете, качественного 3D, 4D, 5D, самое, самое, самое. И он говорит, когда слабый сигнал, ты можешь еле-еле там какие-то очертания, но когда сильный сигнал, и ты все загрузил в себя, ты сможешь в полноте его проявить. И это перекликается с первым пунктом. Мы выстояли, и теперь пришло время демонстрации. Бог загрузил в твой дух его реальность, его силу и оснащение, его смелость и его помазание. И теперь пришло время демонстрировать его, какой он есть в силе и в реальности. Не только цитаты проявленное присутствие и слава. Аллилуйя. Очень коротко третье. Это все в контексте повышения. Я слышала, как Господь говорит, я поднимаю ручку громкости, и вас будут слышать больше. Я хочу с вами поделиться, родные, то, что, по крайней мере, я переживаю сейчас на крещатике. Это точно, как сам Дух Святой просто повышает ручку громкости. Такое впечатление, что децибелы увеличились, и это то, что раньше не затрагивало людей, они проходили мимо, но мы сеяли в терпении, аминь, и мы всегда видели плод все эти годы нашего благовестия, но в этот раз, как будто бы Господь говорит, и мы видим, там строители наверху прям слушали, вот так вот, аллилуйя, я верю, что они по благодати выполнили хоть всю работу, надеюсь, вот, но это было так мощно, Бог увеличивает громкость, за последние вот эти буквально 2-3 дня, когда я разместила это слово в Вейна зупеняется, около тысячи людей добавилось на YouTube канал, просмотры выросли раз так в пять, аллилуйя, это что? Господь увеличивает громкость, Он поднимает ручку громкости, вау, и нам надо быть к этому готовыми, потому что чем больше людей слышат, тем больше резонанс, и конечно же чем больше охват, тем больше опять будет каких-то негативных, неприемлемых реакций, но мы должны с вами к этому относиться очень так по-небесному философски, аминь, и вспоминать слова Иисуса, знаете, меня прежде ненавидели, аминь, и помнить, что бы ни происходило, одобрение нашего Господа для нас достаточно, я чувствую, что нужно тут еще сказать эту реплику для кого-то из вас, люди, которые будут смотреть в записи, недавно очень строго мне Господь сказал очень серьезно, церковь, пойми наконец, смирись наконец, в этом мире ты всегда будешь в ненависти и в отвержении, этот мир всегда будет к тебе враждебен, этот мир всегда ты будешь растражать, даже не пытайся искать какую-то поддержку, а вот если мы это сделаем, а если мы вот это скажем, то они заметят, и они продвинут, да ты что, как продвинут, так и провалят тебя, не облокачивайся на людей, дыхание в ноздрях их, они лукавы, и Господь мне сказал, церковь, пойми, мир всегда будет враждебен к тебе, поэтому, когда потрясение, когда это все вытрясается, самое жесткое, запомни, у тебя есть я, и у тебя есть ты, вы, мы друг у друга, поэтому, когда будет искушение в очередной раз побить горшки, что-то там сказать в ответ и так далее, запомните, когда мир ужесточает еще и печь раскаляется, Господь говорит, что вы делаете, дети, что вы делаете, зачем вы друг друга проклинаете, предаете, ведете на судилище, зачем в этом мире все, что у вас осталось, это я, это вера, и это братья и сестры, свои в Господе, поэтому перед тем, как в очередной раз поставить тег и сказать, обратите внимание на нее или на него, подумай, мы нужны друг другу, мы очень нужны друг другу, и с каждым днем эта нужда будет все четче и четче проявляться, вау, аллилуйя, итак, что говорю в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях, и я пророчески заявляю для каждого из нас и для церкви в Украине, мы, то, что слышали в тайне, мы удержали, мы уберегли эту жемчужину, слышите, мы ради нее все отдали, чтобы в эти последние дни ассоциироваться только с дном, с одним, это люди, которые любят Господа, и которые для Него хотят собрать последнюю жаду, это я о тебе только что сказала, надеюсь, аминь, это о нас, это о нас, ради этого нужно оставить все остальное, и что, вы даже не хотите получить медаль от правительства за то, что вы в такое тяжелое время сделали то-то и то-то, нет, не хотим, мне не важно, как судят обо мне, о нас, правительство, я достаточно хорошо знаю Господа, и я понимаю, что люди, которые сегодня кричат ассана, завтра будут распинать, и я точно знаю, что дьявола цель не поменялась, как бы это благородно не выглядело, поэтому, дорогие, я советую вам, я советую вам, я не могу как-то заставить, я просто говорю то, что мы сейчас переживаем, ради того, чтобы быть сегодня со Христом на одной чистоте, быть его церковью и больше ничем, уже, уже это время приходит, но мы должны быть готовы расстаться со всем остальным, понимаете, не может быть чего-то среднего, ты или окунаешься, и ты ныряешь в его славу, или ты держишься еще чуть-чуть за берег, и мочишь ножки, не очень красивая позиция, не, ну, можно как-то облагородить, там, прическу поправить, но странно ведь, правда же, Господь говорит, иди на мою глубину, да решись ты уже наконец, ты не найдешь там одобрения, все одобрение, это я, они тебя не прокормят, твоих детей они не прокормят, но мы же видим, какие законы принимаются, явно, чтобы не прокормить детей, чтобы не сохранить детей, мобилизация с 14 и 18 это что? Это точно не о мире, но Бог свою церковь ведет в славное время, когда, вопреки всему, останавливается это кровопролитие, и мы входим в этот короткий сезон проявленной славы во имя Иисуса, во имя Иисуса. Мне очень нужен планшет для тех, кто в теме. Так, родные, я помню. А, все, вот, финальный, финальный абзац. сезон отрады, взаимодействия для проявления Божьего Царства. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы заглагить грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа. Времена отрады. Любимые, попытайтесь сейчас услышать, представить, принять, то, что я видела в Духе, любимые, Господь дает нам эти времена отрады. Я видела удивительное объединение среди Божьих детей, и это будет наравне, знаете, вот как, ты серьезно, говоря о том, что церкви вдруг перестанут друг друга хейтить, ненавидеть, это все равно, что разделить Черное море, правда? Примерно такого же уровня чуда. Ну, я шучу, ну, кто-нибудь, поддержите меня. Аминь. Но я это увидела. Я скажу больше. Я даже увидела очень крупно лица тех людей, которые сделали все, чтобы дать понять, насколько же мы сегодня с вами гоним. А этот человек жизнь свою положил, ему надо доказать, что вот были такие. Я увидела крупным планом эти лица. И что-то мне подсказывает, что Христос наш так сильно любит своих детей, и те, которые будут способны услышать, Он нас объединит под головою Христом. Останутся те, которые будут упорствовать. Останутся те, к сожалению, которые выберут другой путь. Но я видела, я видела эти собрания абсолютно разных людей, разных церквей, но что-то произойдет в ближайшее время, любимые. И сейчас я об этом говорю, чтобы когда это произойдет, мы сказали воистину. Мы слышим, что Дух говорит церквя. времена отрады, когда те, которые ненавидели друг друга, вдруг Бог им так сильно явится, и может быть уже, потому что какие-то процессы идут, троим человеком одновременно за одну ночь приснился один и тот же сон, как люди, которых дьявол употреблял, чтобы сеять ненависть в отношении нас, что эти люди хотят примириться. Три человека в одну ночь. Я думаю, вот Дух Святой, ты что-то делаешь в своем теле. Он что-то делает, потому что он хочет, ну, чтобы он один был высок в тот день. И вопрос не в том, наконец-то они поняли, что вот именно, да нет же, наконец-то Христос стал таким очевидным, драгоценным, желанным, что мы вдруг все положили у его ног. Наши разборки, нашу правоту. И я видела это в скором времени. Это одновременно с остановкой войны. Вот это будут времена отрады. Я видела большие собрания, огромные собрания, огромные объединенных верующих людей из разных церквей. И Господь говорит, времена отрады, усиление громкости церкви, усиление голоса церкви. Церковь выходит на передовую, чтобы проявить то, что она позволила мне в тайной комнате загрузить от моего сердца и от моего духа. Я хочу прочитать то, что я получила от Господа в молитве. Когда я гуляла в парке, это был самый разгар пандемии, которую чудесным образом война победила, да? И не надо было никаких медицинских процедур, вообще никаких миллиардных бюджетов, локдауна, вот просто оп, и все. Но тогда это было очень так, я помню. Это был самый разгар, это был мой день рождения, и мы выехали с Андреем, и мы зашли в один магазин купить мне сумочку. Нас оттуда с насмешками вот так с ноги просто выгнали. Я так помню, я помню эту печаль в духе, потому что я думаю, Господи, девочки, эти юные продавщицы, вам завтра скажут выпасть из окна, вы это сделаете? И вот это, знаете, это дух, дух нечистый, вот этого превозношения такого. Ну, я всегда старалась все равно с ноги выйти, войти туда. И без всяких там этих самых мы зашли, и они знали, что они, ну, вытолкать нас невозможно физически, но они демонстративно так. Но мы же все равно вас не будем обслуговываться. И я помню, что я, конечно, ну, с достоинством просто вышла оттуда, сказала им там что-то. Но это было так печально. И в конце концов мы выехали просто на трассу, смотрим, этот, заправка, о, ну, оттуда уже, ну, там нормально все. Я сижу в машине и плачу. Андрей на заправке нашел мне цветы. Купил мне цветы, мы сидим в машине, пьем латте. Я уже тогда помню, Господь предупреждал, что тьма будет сгущаться. Поэтому позаботиться нужно наконец-то. Что у нас в сердцах, что у нас? Ведь действительно Христос важнее, чем цветы даже в день рождения. Аминь. Почему мы позволяем этим обстоятельствам украсть нашу радость? Ведь мы же самые богатые, ведь мы же самые счастливые, ведь мы же знаем правду. Аминь. Почему мы снова и снова позволяем этому миру приспособить нас к себе? У тебя лекарство от смертельной болезни, ты ныкаешь его, ныкаешь его, потому что непопулярно это. Господь говорит, смертельная болезнь, это даже не безвременная смерть. Когда душа вышла из тела в мои объятия, смертельная болезнь, это вечное проклятие. И мы, когда стоим за жизнь и так далее, мы пропускаем вечное проклятие. Господь говорит, не стыдись Евангелия. Евангелие – это о душе. Евангелие – это не о безопасных местах. Евангелие – это не о спасении жизни. Евангелие – это о вечности. И война – это чтобы души забрать, чтобы веру забрать. То, что мы вчера на Майдане говорили, любимые. И вот сейчас все настолько обостряется. И вот тогда, это было тогда, во время пандемии, когда я вдруг услышала. Господь говорит, я вознесу мою церковь. Опять ты, Господь, за церковь. Тут такое. А Господь говорит, она моя невеста. Она – дело рук моих. Она – носитель моего духа. Она – мое тело. Так говорит Господь, о чем мне еще? О ком мне еще говорить во время войны? Любимые, не утратьте это дерзновение. Потому что после этой войны будут еще войны. Будут еще безумные правительства. Мы же уже знаем. Брикс. Девять стра. Еще одна. И будет что? Десять. А почему бы этому не быть вот этим десяти рогам? Я сегодня ночью проснулась под утро. Лука, 21 глава. Когда все это начнет сбываться. Посмотрите. Искупление близко. Когда Иерусалим будет окружен войсками. Смотрите. Бегите. Открываю фейсбук. Терри Майз. Апостол Терри Майз. Вы знаете многие его, да? Наш драгоценный брат. То же самое. Боже, я же только что это прочитала. Там, в Америке, Господь кому-то говорит те же самые вещи. А самое интересное, в Иерусалиме действительно что-то происходит. И вокруг Иерусалима. Поэтому Господь говорит, о ком мне еще говорить, как не о том, в ком я живу. И через кого я хочу совершать эти последние события. Вау. Я возмесу мою церковь, Господь говорит. Я объединю мою церковь. Читай. Я снова разделю. Черное море, Красное море. Это реальное чудо. Но Господь это пообещал. И никто не скажет, это мое откровение или мое пророчество. Я сам знаю, как объединить мою церковь вокруг меня, вокруг моих планов и моей жатвой. Слышите? Я сам знаю, как объединить. Тогда еще было не так. Вот сегодня. Очень серьезный меч встал между церквями здесь, в Украине. Да, мы все очень сильно пострадали. Мы были в потрясении. И сейчас тоже. Но Господь говорит. Я знаю, как объединить моих детей вокруг меня и моей жатвы. Вы увидите, как мои лучи распространятся над Украиной, над другими странами. Господь говорит. Вы не устанете ждать. И вот эти слова меня смутили. Потому что я говорю, Господи, почти три года. Но потом до меня дошло. Усталость это когда ты больше не можешь делать то, что нужно. Правда? Господь прав. Мы не устали ждать. Поднимите руки. Понимаете, о чем я говорю? Нет. Нет. Ради Тебя, Господь. Ради последней жатвы. Мы не устали. Нет. Господь, ты оказался прав. Он сказал, церковь, ты не устанешь ждать. Я проявлюсь через Тебя. И вот мы стоим перед вами. Почти три года агонии мы исполнили Духа Святого. И о чем мы молимся? Господь, дай милость исполнить Твою волю оказаться верными, проявить Тебя. Любимые, это мало напоминает усталость. Нет. Все, что угодно, но не усталость. Аминь. Аллилуйя. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной светло сияет. Еще раз, каким мы видим будущее Украины? Светлым. Потому что свет Божий в людях Божьих. Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться перед тобою, как веселяться во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Книга пророка Исаии, 9 глава. Второй стих. Веселяться во время жатвы. Мы для нашего Господа забираем добычу. Мы для нашего Господа вчера забирали добычу. Сегодня, обновляясь в его образ, мы продолжаем это делать. Нет, мы не устали. Нет. Мы не утомляемся. У Бога не бывают последних денег, последнего помазания, последнего оснащения. Нет. Нет. Да коли Он в нас, а мы в Нем, мы пройдем до конца. Мы совершим. Аллилуйя, Господь. И завершающее место Писания перед молитвой. Не отводите своего взора от Иисуса, который ведет нас за собой в нашей вере и делает ее совершенной. Ради радости, ожидавшей Его, Иисус принял смерть на кресте, презрев позор распятия и теперь занял свое место по правую руку от престола Бога. Бога. Любимые братья и сестры, давайте поднимемся. Я хочу сказать вам от имени Господа. Давайте будем молиться в духе, пожалуйста. Я верю, что Господь говорит для нашей церкви. Церковь, у тебя есть то место, которое я для тебя определил. Это место в моем сердце, в моем духе и в моем слове. Точно так же, как Иисус, претерпев смерть, Он занял место Одесную Бога. Мы, претерпев смерть, где-то поношение, гонение, смерть для себя, но мы заняли наше место. Я говорю пророчески, церковь, даятель жизни, церковь в Украине. Ты выбрала Христа твоим мирилом, ты выбрала Его твоей жизнью, ты умерла ради Него для себя. И поэтому Господь говорит, ты занимаешь твое место. Моей невесты, моей церкви, моей житницы, моего инструмента жатвы, ты занимаешь Божье место. Как Христос воссел Одесную Отца, так и мы, любимые, мы сегодня восседаем, мы занимаем нашу Богом данную позицию посреди всех катаклизмов и обстоятельств этого мира, мы занимаем свое место, Богом данное место, быть Его устами, Его инструментами, Его сосудами, Аминь, Его пророками, Его евангелистами, пасторами, слушателями. Займи свое место, займи свое место, о, во имя Иисуса, слава Господу, я попрошу вас, драгоценные, выйдите, пожалуйста, вперед. Все, пожалуйста, все верят, что господь касается всех нас сделайте несколько шагов вперед будьте здесь просто все сюда вперед здесь мы будем вместе молиться будем вместе принимать возможно кто-то из вас почувствует импульс что-то сказать прославление на сцене давайте да какой-то пережить особенное время с господом возможно в чем-то раскается ближе ближе сюда аллилуйя о именем иисус я верю что господь сегодня собрал нас у своего престола аминь чтобы говорить с нами чтобы что-то в нас производить давайте любименькие пожалуйста наташ ты должна быть здесь ты должна быть здесь господь зовет тебя и я любимые братья и сестры те кто с нами онлайн я попрошу вас пожалуйста будьте в этой молитве вместе с нами хорошо айти просто примем от господа и так я снова передаю эти слова принимайте их господь говорит так как вы устояли так как вы устояли в призвание церкви последнего времени так как вы серьезно отнеслись к этому и вы говорите от имени господа вы несете это послание последнего времени а роли церкви о грядущем господи о покаянии о царстве божьем любимой малитесь так как вы устояли Господь говорит, еще немного, и эти люди хлынут, что-то переключится в атмосфере духовной, это уже произошло. И вы входите в этот сезон не только говорения, но проявления, проявления, проявления. Господь сказал, я даю больше авторитета вашему голосу. Удивительным образом он дает благоволение сейчас нам с вами как церкви, и мы увидим это. Возможно, это будут какие-то совместные мероприятия, приглашения, возможно, божественные встречи, это будет усиление его тела. И Бог отвел нам, наряду с другими церквями, свою роль в этих временах отрады и объединения церквей последнего времени, ради последней жатвы. Сейчас, любимые, увидьте себя, пожалуйста, в этом времени. Господь увеличивает громкость нашего голоса и нашего послания. Примите это. И Господь мне сказал, это будет особенное собрание, в которых я буду вас вести. И давайте, любимые, мы просто подчинимся Ему и будем входить в реальность того, что Он нам сказал. Это удивительно будет помазание, помазание Святого Духа на каждом из вас. И сон, знамение, которое мне Господь дал сегодня утром, под моими руками исчезала опухоль. И я реальное, явное, Божье чудо. И потом мне сказали, один брат это снял, это увидят все. Знаете, что это говорит? О призвании медиа в нашем служении. Что это действительно будет трансляцией по всему миру во имя Иисуса. Чудеса и знамения. Господь говорит, вы входите в этот сезон. Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok